Открытие. Утром вышел на улицу, чувствую слабость в организме. А ничего же еще не делал. Только доел суп из-за вчерашней. В башке дзынь. Значит, думаю, между слабостью и супом есть какая-то связь. Сел в скверике на скамейку. Там никого. Пустая совершенно скамейка. Только мужик какой-то сидит и все. Я ему говорю, ну что, дождались? С долларом. Растет доллар-то. Ничего Путин не смог сделать. Он говорит, кто? Путин. Путин. Я говорю, Путин кто еще? Он за все отвечает. Мужик говорит, кто он Путин? Я говорю, президент. Чей? Наш. Ага. И опять сидит, птиц слушает воробьев диких. Наблюдает за ними. А там один совсем дикий воробей. Всех обклевывает и рыжеватый чуть. Я говорю, вылитый Чубайс. Мужик, кто? Я говорю, воробей. Мужик, кто он? Я говорю, Чубайс. Мужик, кто он, Чубайс? Приятель ваш? Я говорю, Чубайс. Это племянник тети Аси. Который стиральным порошком торгует. Он вспоминал, вспоминал, тужился, тужился. Красный стал. У меня в башке дзынь. Думаю, какая-то связь между тем, что он тужился и красным сделался. Есть. Тут мужик кончил тужиться. Говорит, не могу вспомнить, кто такая тетя Ася. И опять Воробьев слушает. Я тоже Воробьев послушал немного. Потом сам говорю, вы, наверное, не местный. Он говорит, почему? Всю жизнь в Москве. Я говорю, у вас что ли в доме радио нет? Есть. Я говорю, а Ельцин-то вы знаете? Он говорит, как же? Его все знают в доме. Слесарь. Тогда я спрашиваю, как у вас со здоровьем? Он говорит, а очень хорошо. Никогда еще ничем не болел. Слух отличный. Читай без очков. В башке у меня дзынь, дзынь. Ага, думаю, он никого не знает и здоровый. А я всех знаю и больной.